Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Еха. Благословен Бог наш, давший нам Тору, хлеб жизни. Во имя Ишо. Амин. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня наша недельная глава называется «Вайгаш», что означает «Ты подошел». И эта книга Берешит, Бытие, 44 глава, с 18 стиха по 47 главу. И я бы эту главу назвал бы так. «Невидимый путь Божий становится видимым». И здесь в этой главе, эта глава, она завершается жизни Иосифа в этой главе и в предыдущих главах. И здесь в этой главе открывается именно замысел Бога в жизни Иосифа. Вначале он как бы невидим, но в итоге, да, эта глава показывает, что открывается замысел Бога. И мы позже, мы потом прочтем, какой же замысел Бога, да, был в жизни Иосифа. И немного вкратце я хотел бы рассказать предысторию к тому, чтобы подойти к этой главе. Я не буду говорить с самого начала, с книги «Бытия, сотворение мира», но жизнь Иосифа. Так что не переживайте. Все мы знаем, да, после того, как Иосиф, он прошел определенный путь своего возвышения, он стал вторым человеком после фараона. И Писание описывает, да, то, что наступил голод в той земле, ну, Бог показывал ему через сновидение, он показывал, что предстоит, что будет. И вот наступил голод, и все жители той земли, они приходили в Египет, чтобы купить немного зерна. Конечно же, пришли и братья Иосифовы. И они, конечно, не узнали Иосифа, но Иосиф их узнал. Хотя прошло многое время, но как забыть, да, как забыть то, что когда-то сделано было не очень-то хорошее в жизни. То есть мы иногда не забываем, иногда помним, там, в детстве, там, кто-то нас что-то забрал, там, какую-то машинку, что-то еще мы помним. Иосиф об этом узнал. Конечно, он узнал своих братьев, и он замышляет определенную ловушку, да, с серебряной чашей, с деньгами, да, и подлаживает эту чашу младшему брату, Вениамину. Ну, как бы, что он украл ее. Конечно, можно понять Иосифа, да, ему было очень больно за то, что сделали братья, и он решил их проучить или отыграться. Когда с нами происходят какие-то моменты, да, то есть кто-то где-то делает больно в нашей жизни, и потом со временем мы встречаем такого человека, да, ну, как нам, да, такое состояние, вот бы что-то бы, сейчас бы что-то подсунуть и сделать, вот, ну, бывает такое, знаешь, вспоминается. Но дальше начинается самое интересное. Вот с 44 главы, с 18 стиха начинается эта глава Торы, и она начинает, самое интересное, когда все-таки раскрывается, ну, да, то есть Иосиф, он посылает слуг, они приводят обратно братьев, и когда узнается о том, что находятся у них монеты в сумке, чаша, то, конечно же, Иосиф, он говорит о том, что у кого нашлась чаша, да, у Вениамина, тот будет служить мне. Хотя в его власти было их всех посадить в тюрьму, ну, даже убить. Но интересно, что вот в этой главе начинается, что Иуда, да, он начинает защищать Иосифа, и он рассказывает всю ту историю, да, от того в моменты, когда, ну, они вот продали своего брата, и он рассказывает всю историю, как они это переживали, что настолько это было больно, настолько это было больно и отцу было, и им было. И в этом переживании вот он рассказывает, что они прошли, какой путь они прошли, то, что они как бы сожалеют о том, что они сделали. И я бы хотел бы, я не буду все читать, я бы хотел бы открыть книгу «Бытие» Берешит и прочитать с 33 стиха. Это 44 глава, 33 стих. И два последних стиха. И что он говорит? «Итак пусть, итак пусть я раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими, ибо я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною». То есть он говорил, да, об Иосифе. Он говорит, «Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». И вот он хотел пожертвовать собой. В этих словах он мог сказать, ну ладно, пусть остается у вас Иосиф, мы пошли дальше, там ждет отец. Но эта ситуация, вот это вот, да, все, что произошло, она научила их действительно очень важному. Да, то есть он говорит, что я не могу пойти, потому что отец, он потерял дорогого сына, и он не выдержит еще, еще одной потери. И лучше я останусь здесь, рабом буду служить, вместо Иосифа лучше я останусь, вы идите. И что интересно, что в этих словах он увидел большое сожаление и раскаяние своих братьев. Возможно, это и было целью Иосифа, ну вот создать, вот сыграть такой план. На самом деле он хотел увидеть, научила ли эта ситуация их чему-то, или они остались тем же. Но в словах, да, вот братьев и брата, он увидел, что они чему-то научились, и они очень горько сожалеют об этом. И история дальше говорит о том, что Иосиф, он раскрывается своим братьям, он говорит, что я ваш брат, они обнимаются в слезах. Потом Иосиф посылает, чтобы привели отца. И интересный момент, я бы хотел бы здесь вот в этой всей истории, да, вот от начала жизни Иосифа, я увидел три вещи, которые очень важны, и что эта история может нас научить. И я бы хотел, чтобы мы как бы стали в роли Иосифа, второй момент, в роли братьев Иосифа, и в роли человека, который смотрит со стороны на всю эту ситуацию. И первое, что эта ситуация, эта история учит, это тому, что любое зло Бог может обратить в добро. Если мы идем в воле Господа, если мы идем в том плане, в котором Бог определил нам, то любое зло, которое случается с нами, Бог может обратить в добро. У Бога был план. И я хочу еще зачитать 45 главу, 7-8 стих. И здесь, в этих стихах, ярко озвучивается именно Божий план жизни Иосифа. И это 45 глава книги Берешит, 7-8 стих. И Иосиф говорит, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас в земле, на земле, и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме, его владыкою во всей земле египетской. И так у Бога был определенный план сохранить жизнь Божьему народу, великому народу, евреям. И дальше их вести, иметь с ними отношения, и в итоге дать им слово, чтобы они несли это слово жизни в другие народы. И у Бога такой был план. Интересно, знал ли Иосиф, что он столкнется с той ситуацией, с которой он столкнулся? Я думаю, что он не знал. Я думаю, что если бы он об этом узнал, то он, наверное, давно бы сбежал бы уже, наверное, своей семьи. Знаете, я думаю, что благодарность Богу, да, и благодать в том, что Бог, возможно, не все нам показывает, что нам нужно пройти. И общаясь с одним служителем, он служит в одном районе, населенном пункте, когда мы с ним общались, он говорит, говорит, если бы я знал, через что пришлось бы мне пройти, я бы, наверное, не поехал бы сюда. И знаете, Бог, я думаю, что Он не всегда показывает, потому что мы все люди, но самое важное, самое главное, если мы читаем жизнь Иосифа, мы читаем, что Бог, Он был с ним. Он был с ним и в той яме, Он был с ним и в темнице, Он был с ним во всей ситуации. И когда мы знаем, что то, что мы прошли, да, какой-то определенный план, и мы знаем, что это был план Бога, то тот, кто сделал нам какую-то обиду или горечь, если мы знаем, что это был план Божий, то нам легче прощать. Как в жизни Иосифа, он простил, да, он простил своих братьев, потому что, к сожалению, это приходит позже, мы потом понимаем, что это был Божий план, но вначале мы не понимаем, мы вначале начинаем огрызаться, огорчаться, обижаться. Ну, это тоже нормально, мы все люди. Но если это Божий план, да, и мы понимаем, что Бог, Он нас провел, то приходит, мы начинаем просто, приходит такое прощение, мы начинаем быстро прощать. И любое зло, оно может обратиться в добро. И второй момент, второй момент, касательно братьев, Он учит нас не завидовать. Мы читаем, да, что, почему они обозлились на своего брата, да, они завидовали. Они завидовали, что Он лучше, что Он красивее и так далее. И это, по-моему, одна из заповедей, да, говорит, да, одна, по-моему, последняя заповедь, да, не завидую. Ну, там, по-моему, говорится, да, не пожелаю, но как бы очень-очень похоже. Почему? Потому что на самом деле всегда кто-то будет лучше. Ну, так нам кажется, что кто-то лучше, лучше, чем я, лучше одеваюсь, кто-то лучше где-то там в каком-то служении, у кого-то лучше получается, но на самом деле Бог любит каждого из нас, такого, ну, какие мы есть. И иногда нам кажется, что кто-то лучше, ну, возможно, даже и так и происходит, потому что у каждого есть свои способности, свои таланты. Но я думаю, что Бог любит тебя такой, какой ты есть. И вот, интересно, заповедь не завидую, потому что всегда будет казаться, что кто-то что-то делает лучше. И зависть, оно может привести к коварным планам, которым, да, ну, привела именно братьев Иосифов. Мы когда жили, ну, немножко, скажем так, взять мое детство, мы жили с родителями в коммунальной квартире, и у нас была хорошая соседка, и когда мама покупала какую-то вещь, она сразу же бежала ей покупать. Вот мама купила какую-то кастрюлю, вот у нее эта кастрюля, мама купила какую-то сковородку, вот у нее эта сковородка. Поэтому вот этот вот момент, как бы, зависти, он, хорошо, а если кто-то купит дорогую машину, а мы не сможем ее купить, тогда что придется, стекло надо разбить, да, или шину пробить. Поэтому Слово Божие говорит, не, не завидуй. И лекарство против зависти, это радоваться чужому счастью. Этому нужно учиться, но сам, тем не менее, это лекарство против зависти. Когда мы радуемся о том, что у кого-то лучше, то скоро будет лучше и у нас. И третий момент, чему эта история может нас научить, это не осуждать. Возможно, здесь, как бы, не указано это, но я посмотрел, вот, как бы, со стороны, что, интересно, смотрим на жизнь Иосифа, да, о том, что он был на высоте, потом, через какое-то время, он оказался внизу. И сегодня каждый из нас, да, каждый из нас, он может быть на высоте, но завтра он может быть не совсем там, где был вчера. Не потому, что он согрешил или где-то упал, потому что есть определенный путь Божий, путь Божий в то призвание, которое Бог призвал, и то, что Бог хочет сделать. Возможно, это тот путь, через который мы должны пройти. И когда смотришь со стороны, да, на братьев, на сестер, на лидеров, что вроде он был на высоте, а потом смотришь, как-то вот, как-то он оказался внизу. И приходит, да, такое, как такая человеческая природа, да, ну, наверное, что-то не получилось, возможно, он согрешил и так далее. Но есть Божий путь твоего становления. Как Бог может повысить, так Он может и провести другим путем. Очень хороший пример ситуации с Иовом. У меня немножко уже время заканчивается. Ситуация с Иовом. Да, знаете всю ситуацию Иов? В чем Иов согрешил, что пришлось ему пройти определенный путь? И мы знаем тех друзей, которые были с ним рядом. И мы знали, как они вдохновляли его, да? Вот, что в итоге пришлось просто благодаря тому, что Бог говорит, пусть Иов помолится за них, потому что гнев мой на этих друзей. Поэтому давайте, ну, чтобы мы не были, если мы видим наших братьев в округе, да, которые, возможно, проходят какой-то определенный свой путь, то эта ситуация, она именно учит не осуждать, а благословлять. И в завершение я хочу прочитать 1 Коринфина, 4 глава, 3-5 стих. 3-5 стих. И здесь апостол Павел, да, Рав Шаулин говорит, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судя же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Поэтому у каждого из нас есть определенный путь. И как Писание говорит, да, то, что каждый человек, он пред своим Богом падает, и пред своим Богом встает. И Бог в силе поднять этого человека. Поэтому пусть Бог благословит нас идти этим путем, идти Божьим путем, и не отчаиваться, потому что Бог всегда, Он с вами рядом. Аминь. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхамашиэх. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу нами, ну и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану. И когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхамашиэх, Бетель, у нас Пет-Симха, у нас есть Ахава и Шуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья, Божья семья в этом году для каждого из нас.